всем привет у нас сегодня поездка к бабушке на дачу у нас очень сильно похолодало в москве очень сильно дождь ветер все что угодно 9 градусов всего хотя время же 4 часа то есть могло бы разогреться нет дома холодно в общем-то конечно погода может быть не очень дачная но мы почему мне что есть сестра с ребенком и с мужем вот у нас папа работает поэтому с ликой с псом вот и почему едем я гусь уж так похолодало я же так не отвезла бабушки тапочки то что из мышкина привезла и переживаю и ходить холодно думаю еще самый по кайфу будет вот и поэтому мы короче едем чтобы еще отвезти но и пообщаться то есть прикольно мы сейчас договорились там а я позвоню башки у тебя картошка есть заранее она я главное мы собрались уже говорит что вы же нагрел стрелять говорят и бабушки с кашем и именно нет это я переключаю просто я говорю надо как на предупредить зоне бабушки игры ты в курсе что к тебе гости и там такая нет сегодня куда она вычитывайся и игру хотим она горит на приезжайте ради бога играть и картошка есть обычно знаете как ну что мы приехали картошку же была готова горяченькая ну мы всегда возим продукты все естественно игрете привезу а ты как бы сейчас свари она не надо мне не год еще семь или восемь кустов картошки есть я готов вам сейчас молоденькой свариваю ничего себе молодую картошку поместь вот но сейчас заедем там чуть купим обычно такой знаете без запары чтобы обед но хотим посидеть конечно жалко меня сестра спрашивает и денис ты едет на нас можем на не вчера денис и мужем виделись вчера вот и это я говорю да нет работу на такой блин он заколебал к своей работе вручу пусть работает работает и деньги ну нет конечно же он прямо что-то вы знаете на 100 густо то пуст увидели мы недели могли позволить себе быть на даче и все бывают такие что по несколько недель вот так вот приходится работать но что делать что делать вот эти жалуются на то что есть работа тоже такое дело но он горжи не будет вот прям когда есть работа когда все хорошо складывается не прям так даже полегче ну потому что мы зависим финансово от него от его работы твои виды деятельности вот так что вот так все ребенок готов я тоже готова собака ты готова как он 100 он так нервничал ходил мы собираемся не может понять возьмем его с собой или нет он так нервничал ходил и сейчас короче даже гулять не стал мы хотели что-то на эти дела сделал и поехал нет он сразу машину друг из него нет вот ладно поехали ехали ехать на минут сорок а Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот такой одинокий флокс висит Вот так вот Вообще кайф, кайф Девочки, заряжайтесь природой, наслаждайтесь Смотрите, как виноград березу окутал Полез, полез и все Сосны Какой воздух здесь Обожаю И спокойно так Мы как бы, ну бывает, приезжаем даже Народу много И тоже такая суета Все это тоже прикольно Но еще прикольный Вот виноград, кстати Прикольно, когда это Мало народа мы приезжаем Ну сейчас все в доме там А здесь вот этот вот Как он Бабушка его называла Знаете, удочки из него делают Бамбук, бамбук Он просто заполонил Он раньше вот здесь у него Ну даже он маленький есть Прорастал Они здесь его вырубили Он там А раньше, когда его не было Вот зимой там такой вид открывается На овраг И это Видите Надымил Коля, а что у тебя так дымит? Прям дымят сильно, да? Ты думаешь, надо? Как солнышко Короче Наслаждаемся природой Красотой Ну правда Я не пойму почему Но здесь теплее Вот реально На улицу Ой, в Москве Прям дубак И дома дубак И как-то вот Ветер там А здесь так хорошо Сейчас Тепло оделся И хорошо Он там летит Толстый Солок Вот Так что так Сейчас будем Вкусно-вкусно кушать Покажу Мы так Настя с Колей привезли Они говорю Возьмите сосиски А они взяли Чтобы пожарить на костре Поэтому Кольщи пожарить на костре Нам сосиски Потом Картошку бабушка Сварила Селёдочку взяла Там всякая такая Овощи Короче Чуть-чуть И стол накроем Как всегда Самый вкусный стол Самый приятный У бабушки А и бабушка Такая счастливая Чунь Вообще Мы их Чуни называем Такие тапки Она прям такая Довольно Говорит Боже Как хорошо Они такие свободные И носок В общем Я переживала Что с размером Не угадала Угадала Полностью угадала Давайте приехал ребёнок Все игрушки достаны Да? Вик? Кто игрушки-то все достал? Да Чем они сладко Давно мы не ели пиццу Доставка пиццы в номера Вика сейчас будет пиццу кушать Да Вика особенно будет кушать пиццу Вкусная Три мяса Классика Доминоса Пепперони И Маргарита Аромат Она прям горячая Так вкусно Не сейчас ты к ногам разезнал Что ты за ним подпитал Сочетаешь по рукам Чись по глазам Я тебе его никогда не найдёшь Да Ну бы пройдёт А я сожжусь 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 Потому что смотришь Я клянусь, тебя забыть о глухе, Травдая ум, я всему в глазах, И что сильно последний, кто не отвернулась. Ждешь в глазах моих печаль, Прошло не мечтай, знали люди. Читай по углам, знаешь, Кирилл никому не задам. Было небо пополам, И звезды на камерой, Я не знала, что ты за ним, По глазам не тебе его никогда. Было небо пополам, И звезды на камерой, Я не знала, что ты за ним, По пятам все читаешь по углам, Я не знала, что ты за ним, По глазам не тебе его никогда. Ничего себе. У нас, как всегда, танцы. Он считает, что мне жарко. Снимай с меня носок. Может, потише сделаем, да? Легу. Выложить одним тобой, одним тобой. Всем привет, мои хорошие. Надеюсь, мне хоть видно. Я в машине, время полдесятого. Вечер, воскресенье. Я даже не помню, сегодня я снимала что-то или нет, честно. У меня такие какие-то сумасшедшие выходные. Это просто. Я реально потерялась, когда я снимала что-то очень влог за два дня, я так понимаю, будет. Вроде как и снимать я снимала, и в то же время я что-то особо и не снимала. В общем, мы вчера, мы видели, поехали к дедушке с бабушкой на дачу. Вот, потом мы все дружили. Я вам обещала стол показать. Я точно помню, но не показала. Потому что мы все зашли, сели, что-то быстрее. Так все вкусно. У нас была селилочка с зеленым луком. А Коля пожарил вот эти колбаски, чевапчичи, просто щеки колбаски такие вкусные. Все это горячее. После вот такого холода нас очень похолодало. Я сейчас хоть и в толстовке, но хочется вот если на улице, так будет холодно. Просто я в машине, поэтому нормально. В общем, и что-то мы стояли, сестра с мужем, ну, про еду. И было так все вкусно, в общем. И мы что-то ля-ля-ля. Потом решили, типа, ребята, мы хотели к вам в гости с ночевкой. Да не вопрос, как говорится. Вот, поэтому Коль начал собираться. Поехала домой к себе сначала, чтобы там взять вещи детские, коляску, там еще, кроватку. Вот, и мы начали собираться к нам, ну, все суета. Вот, приехали. Ну, и вчера вот тоже вы видели там, знаете, я хотела снять там, как у нас, и что-то вот не сняла, а та хотела вам показать. Мне, короче, такая стояла миска большая с помидорами. И Вика ее просекла, она любит помидоры. И знаете, это из серии, а такие вот, которые я закрываю, они такие хорошенькие, еще как на подбор. В общем, не съем, но она откусывала. Она просто подходила, брала два помидора в руках, она откусывала, потом бежала, меняла, брала новые, это было так забавно. Ну, в общем, мы там сидели, в общем, пиццу заказывали, в общем, все было клево. Попели, потанцевали, как всегда. Вот. А что сегодня? Сегодня с утра у нас были, мы договаривались, ну, со всеми вместе, с Денисовой семьей поехать на кладбище. Ну, к маме, к папе, плюс там его сестра. Ну, в общем, с утра мы встали, поехали, на кладбище съездили. Вот. Потом мы приехали, сразу стали обедать. Но ребята оставались здесь, мы ездили, ну, Денис, Лика и я. Вот, сразу готовить обед, пообедали, ребята начали собираться, уехали, мне кажется, они часа в четыре. Мы с Ликой поехали к маме с бабушкой. В общем, там ей надо было забрать какой-то учебник. Мы поехали туда, пока одно, а другое, в общем, там что-то собрали. Какие-то уже такие более теплые вещи, Лика, теплое пальто забрала, в общем, все равно часа два туда-сюда приехали. В общем, надо дома... А, мама мне постирала, но я сказала, что я не оставлю стирку, то что-то стиралась дома, посушила, прям повесила белье. Разобрала сумки, то что-то маму привезли туда, короче. Честно. У меня голова была грязная. А я завтра понимаю, что с утра рано вставать, короче. Помыла сейчас голову. И сейчас мне еще надо съездить на одну встречу, вот, за гостинцами, короче. Причем вчера должна она была быть, я перенесла, потому что так сложилось, короче, из-за того, что приехали ребята к нам. Вот, сейчас я еду, ну, не ехать туда, минут сорок, наверное. Ну, я быстро туда-обратно, потому что день такой, типа, так поздно, поедешь. Вот, я говорю, ты ну давай, я уже обещала человеку доехать. Вот, поэтому я говорю, я съезжу. Вот. Вот, короче, вот так, в общем, вот, признаете, вот так вот пролетают просто выходные. Расскажите, как ваши выходные пролетают. Бывают очень спокойные, но сейчас, когда Лейка учится, когда, ну, у Дениса там загруженность, да, как бы выходные, а у него сегодня единственный выходной. Вот. Пытаешься в них уместить максимум, и там то сделать, и все. Вот, и магазин сегодня, в общем, вот так вот. И, в принципе, я, конечно, уже подустала, вот такие насыщенные выходные. Хотя, такие постоянно насыщенные выходные делать нельзя, нам нужно отдыхать. Потому что, если у меня, например, будут вот такие выходные, там, 3-4 раз подряд, ну, я просто выдохнусь. Потому что теперь стоит старая рана, постоянно, ну, много дел прибавляется, конечно, всего. Вот. Короче, рассказала вам все, что происходило. Вот. Плюс этот кипиш сейчас еще идет. Ну, я, то есть, я, знаете, такая отпустила ситуацию, потому что, ну, мне реально сейчас нету времени заниматься. Завтра, наверное, может быть, завтра только, по-моему, там уже какие-то планы. Вот. Ну, надо это, посесть, как-то изучить информацию, что происходит вообще. Вот. Ну, спасибо всем, кто пришел на канал, пишет. Я периодически забегаю, читаю комментарии. Вот. Отвечаю кому-то, кому-то не ответила. Я постараюсь всем ответить, потому что, ну, здесь, конечно, очень важно такую поддержку. Ну, и не поддержку, я тоже им отвечаю иногда. Очень, ну, на мой взгляд, глупые комментарии им потом отвечаешь. Ну, я стараюсь так, знаете, я не злюсь, я так немножко задаюшим какие-нибудь вопросы, они все-таки слились. Пришли, написали, слились. А есть, которые пообщаются, хотят. Вот. Так что вот так. Ладно, все, поеду. Уже вряд ли что-то буду снимать, поэтому пока-пока. Но если что-то захочу снять, то покажу вам. Вы знаете, многие говорят, Москва, Москва. Там вот перемещаться по Москве, гулять в Москве. И вот смотрите, время 10 вечера. Это третье кольцо, транспортное кольцо. Воскресенье, выходной, проб. В 10 вечера. Будни трешка вообще стоит. Поэтому, вот знаете, когда Москва, Москва, пробки в Москве теперь стали круглосуточными. И поверьте мне, что, конечно, гулять по Москве хочется, надо, но иногда мне больше доставляет удовольствие уехать из Москвы куда-то гулять, потому что на машине в Москве очень трудно сейчас стало перемещаться. Вот, да, есть общественный транспорт, но, понятно, сейчас он пустой. Но метро, например, да, а тот же самый общественный транспорт, наземный, он точно так же будет стоять в пробках. Хотя у нас есть выделенки, но выходной, например, выделенки не работают общественные транспорты. То есть все могут по ним ехать. Ну, где-то есть, где и выходной там, но сам факт. Вот такая вот Москва, вот они прелести, да. Обратная сторона медали в 10 вечера, ты просто стоишь у пробки.